Всем привет! Сегодня я хочу сравнить два кабеля для подключения домашнего роутера от повербанка. В первом случае у нас повышайка, кабель, который делает из 5 вольт, делает 12. И во втором случае самодельный уже кабель, триггер. Но в чем разница? Повышайка работает с любым блоком повербанком, даже самым дешевым, а триггер работает только с повербанком, который поддерживает, ну, к примеру, Quick Charge 3.0. То есть на повербанке вот здесь вот внизу у нас вот видно, написано, что есть 12 вольт. Триггер дает команду повербанку выдавать 12 вольт, и повербанк выдает 12 вольт. Сегодня цель моего видео сравнить КПД вот этого кабеля и вот этого кабеля. Ну, начнем с кабеля, который у нас просто повышающий кабель. Значит, подключаем его в повербанк. И подключаем с другой стороны наш роутер. Повербанк. Запускаем. Чем хорош, почему я выбрал именно этот повербанк? Потому что он показывает еще количество потребляемого тока. И как раз с помощью этого повербанка мы и сделаем сравнение. Вот, сейчас мы видим, что роутер только запускается. Потребление там около 300 мА. Параллельно за кадром, сейчас, когда запустится роутер, я со смартфона буду подключаться к этому роутеру и давать ему нагрузку в интернете. Самое простое, это буду запускать YouTube. Роутер полностью запустился и мы видим потребление тока в районе 600 мА. На смартфоне я запустил видео 4К для того, чтобы дать максимальную нагрузку роутеру. Вот, ну и вот мы видим, что потребление у нас, ну возьмем так, 500-700 мА. Теперь сделаем аналогичный опыт, только с кабелем-триггером. Здесь у нас USB-C, но очень удобно. Повышайку убираем в сторону. Здесь мы видим, что пошла команда из-за триггера Powerbank выдавать 12 вольт. И роутер, который может выдавать 12 вольт, это делает. Сейчас точно так же ждем, когда роутер запустится. Я наблюдаю на смартфоне. Когда появится сеть, роутер у меня уже запустился. Телефон подключен по Wi-Fi. Я выставляю максимальное качество. Идет воспроизведение. По потреблению тока мы видим, что потребление здесь, ну в районе где-то, наверное, 200 мА. Когда при использовании повышайки потребление было где-то в районе 600 мА. В связи с чем это может быть? Часть энергии расходуется на нагрев, потому что вот этот сам блочок, он немножечко нагревается. Так, не сильно, но немножечко нагревается. Вот, то есть происходит преобразование энергии. В любом случае оно здесь происходит. А при использовании триггера преобразование энергии не происходит. То есть сразу Powerbank выдает 12 вольт, который триггер через себя пропускает и уже подает на роутер. Поэтому триггер не нагревается. Внутренности вот этой вот коробочки я для вас сейчас выведу на картинку. У меня была сделана заранее фотография. Что у нас по цене? Значит, по цене стоимость приблизительно одинаковая. Что вот этот вот кабелёчек, что было заказано, куплен отдельно проводочек, куплена маленькая платка, стоимость приблизительно одинаковая. Но, как мы видим, в работе гораздо эффективнее у нас будет триггер. Причём эффективнее он у нас будет в три раза. То есть, например, возьмём там этот Powerbank потратит энергии при работе с повышайкой в три раза больше, чем он потратит энергии при работе с триггером. Ну, то есть, если идёт речь о использовании долгое время, конечно же, эффективнее триггер. Потому что повышайка гораздо быстрее посадит ваш Powerbank. Скоро планирую снять видео о том, как я сделал освещение в квартире в двух комнатах от обычного гироскутера. Так что подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok